Позиции доллара сегодня укрепляются. Трейдеры довольны улучшением макроэкономической картины США. Долговой рынок позитивно воспринял недавние отчеты. Доходность трежерис по-прежнему выше, чем у аналогов. И этот немаловажный факт делает американца сильнее. Большинство отчитавшихся на этой неделе американских компаний порадовали инвесторов хорошими финансовыми результатами. Статистика в последние дни также принесла позитив на рынке. Однако, несмотря на неплохие данные с рынка труда, стабильный объем розницы и впечатляющий рост индекса деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии, доллар малоподвижен. Американская валюта в связке с крупнейшими конкурентами торгуется в узком диапазоне и по-прежнему не превышает отметку 97,50. Несмотря на убедительные отчеты, видимо, не получается игнорировать пересмотр ноябрьской макроэкстатистики в сторону понижения, а также слабые данные о продажах в праздничный сезон. Тем не менее, реакция трейдеров на большой блок макроэкономической статистики была зафиксирована. Валютная пара евро-доллар сформировала нисходящее движение. Сегодня она продолжает торговаться в минусе. Реакцию рынка можно было проследить и по движению пары доллар-иена, которая преодолела отметку 110. Сегодня трейдеры оценивают предварительный индекс потребительского доверия университета Мичигана. В США выйдут данные по промышленному производству за декабрь и состоится выступление вице-президента ФРС по надзору Рандала Кварлса. Серьезных подвижек в паре USDCAD по-прежнему не происходит. Котировки ходят в узком диапазоне вблизи отметки 1,3050. Давление со стороны продавцов постепенно нарастает, поэтому приоритет на снижение остается в силе. Целью на снижение пары USDCAD обозначена отметка 1,3021. Не исключен поход вплоть до прошлого локального минимума на уровне 1,2961.